Это самый долгожданный ролик. Ну а меня зовут Алекс, и в этом видео я официально объявляю бета-тест моей версии CSGO, а именно я её назвал CSGO 2. Все вы знаете, что я разрабатываю свою версию CSGO на движке Unity, так как многие просто считали, что это невозможно. И на данный момент моя версия CSGO уже максимально похожа на официальную CSGO со Steam'а. Поэтому, друзья, обязательно смотрите ролик до конца. Ну и пожалуйста, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал. Это безумно важно, ведь все самые лучшие CS'еры давно это уже сделали, и я не знаю, почему ты ещё не подписан. Ну и как всегда, следующий ролик выйдет только тогда, когда под этим будет 10 тысяч лайков. Реально, хоть это будет за час, он уже готов. И небольшой для вас спойлер, это будет новая версия CSGO, только уже на телефоны. Ну и как всегда, первый час я отвечаю на все комментарии. Ну а я вам желаю приятного просмотра. И теперь информация для всех, кто хочет поучаствовать в бета-тесте. И да, пока что это может сделать абсолютно каждый, но только первую неделю после выхода этого ролика. Всё, что вам нужно сделать, это сначала подписаться на мой инстаграм. Ведь именно в шапке моего профиля инстаграм будет ссылка на скачивание моей версии CSGO. И все, кто подпишется на мой инстаграм, автоматически попадут на бета-тест. Ведь да, мой профиль в инстаграме закрытый, и вы сможете скачать мою версию CSGO только если подпишетесь. Но я думаю, с этим абсолютно каждый справится. Кроме этого, всем моим подписчикам, которые вступят в бета-тест, и будут находить какие-то различные баги в моей версии CSGO, либо же писать какие-то годные идеи, будут получать приятные бонусы от меня. В виде там скинов или же денег. ForceDrop.gg. Это лучший сайт по открытиям кейсов. Здесь просто нереальный большой выбор кейсов, и есть даже мой личный. Называется он AlexShow. Кроме кейсов, тут есть ещё контракты обменов, при помощи которых вы можете выбить ещё круче дроп. И ещё вы можете проверить свои силы в сражениях на открытии кейсов против других игроков. И сейчас я открою свой любимый кейс. Срутится нами всеми любимый барабан, и что же нам выпадет? Реально очень интересно, и... Выпадает эмочка. Эмочка стоит 750 рублей, я её, конечно же, себе заберу, она реально очень офигенная. Такой крутой дроп ты можешь найти только на ForceDrop.gg. А ещё по промокоду AlexShowTop ты получишь 25% при пополнении баланса. Ссылка, естественно, будет в описании. Ну а после того, как вы скачаете мою версию CSGO, запустить её безумно просто. Вам нужно просто будет разархивировать файл, и у вас будут вот такие вот папочки, вот такие вот экзефайлы, и нужно будет запустить именно teststrike.exe. И всё, запустится моя CSGO 2. Итак, друзья, я запустил мою версию CSGO. Уже есть такое небольшое меню загрузки, пока тоже оно такое тестовое. Новое менюшка в моей версии CSGO. Это первое такое обновление. И я думаю, многие видели ролик, когда я показывал топ-3 меню, которые были сделаны на Unity, и вот одно из них я всё-таки добавил в свою версию CSGO. Тут пока нету ни званий, нету ни вашей аватарки, нету ни ваших друзей справа. Но, в принципе, оно уже хорошо работает, и тут есть персонаж, который уже двигается. Пока тоже кастомизировать его нельзя никак, но в будущем это тоже будет всё добавлено. Потом тут есть новости. Новости пока тоже изменить никак нельзя. Они просто были скопированы с CSGO. Прям всё один в один. И, конечно же, слева есть только пока две кнопки. Кнопка инвентаря, и это кнопка начать игру. И давайте мы пока посмотрим на кнопку инвентарь. И да, тут пока ничего не изменилось. Изображение пока в плохом качестве. Но зато все оружие, которое здесь есть, можно посмотреть. То есть вот Глок, вот МП-7. Осталось на самом-то деле просто добавить эти все оружия в игру, немного переделать именно это меню, и сделать картинки лучшего качества просто. Это на самом деле просто был макет. Да, он сейчас добавлен в мою версию CSGO. То есть вы тоже можете это всё протестировать. И да, все эти картинки потом будут, конечно, меняться. И все обновления будут также выходить у меня в Инстаграме. То есть я буду делать про это анонс. И там, допустим, первые там тысячи человек, которые захотят, смогут скачать. Поэтому вам нужно реально быть немного активным в Инстаграме. Но хотя есть небольшой лайфхак. Если вы тот человек, который мне постоянно под все фотки ставит лайки, именно в Инстаграме, тогда вы первым будете получать новое обновление моей CSGO. И вот кнопка, чтобы вернуться обратно. То есть да, пока что с инвентаря мы не можем сразу найти игру. Нам нужно обратно вернуться в нашу меню, а только потом нажать кнопку Play. Нажимаем кнопку Play, и нас перебрасывает наконец-то уже выбор карт. И да, вы можете заметить, что очень много появилось новых карт. Пока что это тоже меню такое тестовое. Сюда мы пока просто набрасываем новые карты, и потом в самом конце она будет тоже переделана. Все картинки будут, конечно же, более качественные. И все будет, конечно же, работать намного плавнее. Именно в этом обновлении было добавлено две новых карты. Это карта Nuke и карта Train. И еще одна дополнительная карта, которую у нас тут можно выбрать типа из мастерской. Да, у меня уже есть две карты из мастерской. И это типа паркур карты. И это очень популярно в CSGO. И вот я решил добавить именно эту карту. Но сначала я вам покажу карту Nuke, потом я покажу вам карту Train, и в самом конце я уже покажу именно эту паркур карту, и отвечу еще на пару самых популярных вопросов. Например, как CSGO будет выглядеть в конце уже на релизе. Именно вот моя вот эта версия на движке Unity. И еще назову немного будущих обновлений в моей версии CSGO. Это тоже очень интересно будет. И давайте уже перейдем к первой карте, посмотрим, это карта Nuke. И вот так вот мы загружаемся на эту карту. В принципе, тут пока еще вообще нет текстур. Она только-только построена. То есть, смотрите, видите, она только полностью отстроена в плане блоков. И теперь на эти все блоки нужно будет еще наложить текстуры. Это тоже не очень просто. И вот так вот это все выглядит. То есть, грубо говоря, карту сделать не так уж и сложно. Нужно просто создать эти все блоки полностью. Сделать как в CSGO, чтобы все расстояния были такие же самые. Чтобы все было одинаково по блокам. И только потом вы сможете найти все блоки отдельно накладывать текстуры. Это тоже не очень так просто. В плане всех блоков скопировано все идеально. Можем немного пробежаться. Я вам покажу все лучше. И да, пока на этой карте еще нельзя взять оружие. Нельзя ничего приобрести. Тут еще мало есть чего показать. Просто все стены выглядят как будто просто бетонные. Потом перейдем немножко на улицу. Вам покажу, что тут есть. Вообще скопировано все один в один. Все блоки все одинаково. Я думаю, вы все понимаете, как выглядит карта нюк. И что вон балкон. Можем тут пройти на план B. И кстати, да, друзья. Лестницы сделаны теперь идеально. Да, тут пока еще нет ни стекла, ничего нету. Потому что это все надо отдельно добавлять будет блоками. Как текстуры уже. Но все это сделано уже отлично и хорошо. Все проработано, все детали. Вся география карты абсолютно скопирована. И дверей тут пока еще тоже нету, которые смогли открываться и закрываться. То есть вот так вот выглядит эта карта. И лестница работает тут идеально. И давайте уже перейдем к карте The Train. Вот так вот она выглядит. Она находится у меня внизу. Нажимаем на нее. И ждем пока загрузится. Карта загрузилась. Вот так вот выглядит наш The Train. Давайте пробежимся, посмотрим. Я думаю, вы вспоминаете, что это за место. Это T-Spawn. На самом деле карта выглядит немного не так, как вы могли себе привыкнуть. Потому что на ней совсем другие текстуры. Да. То есть вы видите, пол сделан совсем других текстур. Все сделано абсолютно по-другому. Но сама география карты сохранилась. Она абсолютно такая же. То же самое, что и с прошлой картой. Текстуры будут дорабатываться. И просто, понимаете, это очень долго делать. И очень сложно. И да, это будет в будущем все сделано. В любом случае. Но пока это не сделано. Потому что, вот представляете, это нужно реально на каждую текстуру. На каждый этот столб. Добавлять отдельные текстуры. Которые делаются отдельно там в фотошопе. На самом-то деле, эта карта более скопирована со старым трейном. А не с новым. Потому что его было намного легче делать. На новом трейне просто очень много всего. В принципе, пока что вот так вот все выглядит. Все очень, очень сильно похоже на старую версию карты The Train. Ну а те, кто еще не видели прошлые ролики про мою версию CS GO. И не видели, как выглядит карта Dust 2. Как выглядит карта Mirage. Или как выглядит карта Inferno. Либо же, как выглядит карта из Майнкрафта. Тогда обязательно смотрите мои предыдущие ролики. Именно по этой рубрике. Сейчас в правом верхнем углу у вас выскочила подсказка. Так что обязательно посмотрите мои ролики. После просмотра этого ролика. Но мы переходим уже к последней нашей карте на сегодня. На самом деле, я не очень хорошо умею паркурить. То есть, бэхопить. Я не знаю, как это называется. Но тут это можно. Ну ладно. Короче, я думаю, вы понимаете, в чем заключается смысл этой карты. Если вам будет просто скучно, вы можете зайти и пройти эту карту. Я, конечно, не уверен, что кто-то из вас может пройти ее. И это очень непривычно, друзья. О! Я прошел. Смотрите, первый уровень я прошел, наконец. Теперь второй. Второй. И вот, кстати, эти штучки, это чекпоинты. На самом деле, мне эта карта очень понравилась. И я уверен, что эта карта понравится многим другим людям, которые любят паркурить в CSGO. Ну а теперь я отвечу на самые популярные вопросы. Все вы знаете, что в моей версии CSGO есть три пока вида оружия. Это SCAR. Это AWP. Это Glock. И в новом обновлении, уже в следующем ролике, будет настоящая М-ка из CSGO. То есть полностью скопирована один в один. И именно вы первые сможете ее протестировать. Даже до того, как выйдет новый ролик. Ну а по оружию пока ничего не поменялось. Glock стреляет, как и стрелял. То есть прикольно, как в CSGO почти именно выглядит он. А стреляет по-другому пока что. Ну, будет стрелять тоже как в CSGO. И теперь насчет самых популярных вопросов. Как будет выглядеть моя CSGO в самом конце, на релизе? Пока точного ответа нет. Так как стоит цель сделать CSGO прям один в один, как оригинал. Но, скорее всего, это сделать прям один в один не получится. Потому что это очень много работы. Этому надо уделять очень много времени. Так как в компании Valve работает много разработчиков. Но в любом случае, она будет выглядеть прям очень хорошо. Некоторых оружий, конечно же, не будет. Каких-то карт тоже не будет в моей версии CSGO. Да и в скором времени я буду добавлять новые обновления, которые захотите именно вы. И именно этим моя версия CSGO и будет отличаться от официальной. Ну а что насчет будущих обновлений? Конечно же, будут добавлены новые карты. Их будут добавлены на все карты текстуры. Потому что сейчас вот такая вот ситуация. Очень многие детали находятся без текстур на всех картах. И даже на этой карте Инферно есть только один вид текстуры. И он почти везде. Конечно же, я хочу добавить мультиплеер, чтобы вы смогли поиграть с своими друзьями. И поэтому, если вы хорошо разбираетесь в программировании на Юнити, в создании игр. Тогда обязательно пишите мне в ВК, либо же в Инстаграм. Я с вами, конечно же, свяжусь. Ну вот и подошел этот ролик к концу. Я надеюсь, он вам понравился и вы поставили уже лайк. Ведь я безумно старался. Ну и как всегда, следующий ролик выйдет только тогда, когда под этим будет 10 тысяч лайков. И снова же, правила такие же самые. Вы можете набрать 10 тысяч лайков хоть за первый час. Ну и очень много людей просто смотрят мои ролики и не подписываются на мой канал. Обязательно подпишитесь на мой канал, это безумно просто. Чтобы не пропустить новые ролики. Ну а слева ты можешь посмотреть все ролики, которые связаны с этой рубрикой. То есть, как я создаю свой CS GO. Ну а меня зовут Алекс, всем удачи. И до скорых встреч.